это было под крики русский вперед тот максим который заслуживает он его получил почему я лишен альфреда я руку жать не стал потому что почему пощечина почему не кулаком для меня это зашквар может рассказывать как он что-то куда-то засунул кто кого нежданул ходить искать также толпой и пытаться что ты получается это твой первый main event на fight nights да да ну как main это подмен был до было под крики русский вперед думаешь тебе на крыше расскажи как все выглядело двумя глазами то что версия альфреда надо ты не просил ему руку или что-то такое и вот после этого начался замес я не пожал ему руку он не протягу как мне кажется вообще ким чипа участвовал в этом будто как будто бы потому что пока было интервью он его один раз хотел позвать ему сразу дал конечно но этого не стоит делать что ничего принципе хорошего с этого не выйдет мне с этим человеком общаться ну не о чем потом он подошел начал тянуть мне руку перед этим проходил ахмед и также тянул мне руку который глава лиги хайп ему я пожал руку альфреда я руку руку жать не стал потому что ну я думаю он сам должен понимать почему учитывая те вещи которые мне писал в личные сообщения то что он потом пытался меня как-то провоцировать чтобы сделать бой на fight night и тому подобные его какие-то вещи и движения и я так как человек ну не притворный который не знаю мне кажется что после таких слов странно подходить и жать руки друг другу но я ему просто спокойно сказал что после типа но раз ты не помнишь что это говорю почему я должен жать и руку и все после этого начал меня зачем-то один раз хватать потом второй раз он не схватил и я уже на автомате просто ну защитился это уже была ну типа финальная точка после которой ты решил что надо бить не ну когда он уже начал меня хватать и куда-то тянуть что что там еще можно делать мне на самом деле на автомате это уже вылетела я там не было какого-то процесса мышления чтобы такое оценивал так сейчас можно ударить или еще нельзя но вылетела и вылетел так друзья сейчас важная информация исключительно для тех кто увлекается ставками на бокс ммай кулачку и прочее единоборство беспроигрышная ставка до 3000 рублей по промокоду сейф3 для всех новых клиентов нашего партнера bet city доступна прямо сейчас регистрируйся по промокоду сейф3 и забирай бонус ссылочка в закрепленном комментарии почему пощечина почему не кулаком но потому что я не хотел кого-то бить я хотел просто на человека осадить и дать ему понять что но не надо это делать и все я как бы не бил какие-то там продолжающие удары и в принципе этого не хотел делать я хотел просто ударить по щечину что все человек от меня отстал не знаю на автомате вылетел у меня не было какой-то стратегии нужно посмотрел видео и как тебе увидены хорошо мне понравилось но ты там оказался снизу да и так понял что перевели в партер да потом в после этого был перевод в партер с попытками занять какую-то позицию но там уже набежал охрана поэтому этого не получилось сделать я так вам то еще пропустил вам пару ударов не от рук альфреда вот от самого альфреда нет но когда вот как раз таки я вставал и вот в этот момент как только я встал вроде бы по крайней мере как мне помнится как только я встал и смотрел в сторону альфреда мне ударил кто-то со стороны из-за чего как раз вот не попали по губе и все ударили стороны и то ли этого человек сразу тоже тащили то ли он отскочил я уже потом не смог я пытался до него дотянуться и меня уже больше интересовал именно он но мне так и не удалось этого сделать альфреда посмотрел я не видел там деле там какой-то 30 секундный фрагмент там их просто столько по выходила я полностью не смотрел предлагаю тебе ключевое смотреть просто послушаешь тезисы альфреда ну там буквально четыре минуты может мне расскажешь ну чтобы не передавать как иначе спорченный телефон просто поставим на скорость 125 просто здесь еще важны эмоции я уберу так за куртку так ну дёрнул он меня в этот момент ударил я ему два слева заходил бросил сверху и сверху еще бил и нас потом растащили я знал что я эту мразь растаскаю просто если бы не было ну реально мразь руку дают он не протягивает если ты ну если ты мне руку не протягиваешь и на меня обижен за те слова какая логика в том что типа я тебе писал какую-то херню почему-то мне сейчас не жмешь руку ты должен был ну типа это надо забыть уже я так понимаю подразумевается что может быть он тебе писал по-моему дальше проговорит эту мысль что хорошо я не хотел со мной разобраться на улице почему он не тянет руку сейчас а он тебе сам руку как бы доброжелательно изначально то есть не было типа мы с ним кореша какие-то ну я просто вот этой логики не улавливаю если ты пишешь сам точнее и хочешь со мной разобраться почему сейчас в этот момент ты конкретно друг об этом передумал и забыл и хочешь тянуть мне руку то есть в интернете ты мне пишешь всякие гадости когда ты видишь меня лично хочешь потянуть мне руку но у меня просто это не вяжется если мне пишут интернет того чтобы его искать и где-то с ним встречаться но мне это неинтересно я не вижу в этом смысла тот человек сам ко мне подошел я так как ну появилась возможность высказать что что я думаю я высказываю человек начинает меня хватать но я защищаюсь потому что это было сейчас будет два раза до этого сказал что пять раз если это мешок дерьма со мной где-то выйдет он не выйдет адрес он никак не выйдет очканел куда очкощик я ему тус что только не записывал стори что он не отвечал я надеюсь что ваша ситуация боем завершится в клетке это крутая тема когда еще друг твой дал почти еще один пацан дал но вот они они но один вот его друг дал реальны ниже беллаза меня оценил целом я думаю что почему я лишь у нас он верю что друг тебя дал по но вот смотри тебе значит предлагают 2 миллиона тут вопрос понимаешь но не это были провокации тогда ну я сейчас это рассматриваю как такую же провокацию мне как тогда было не интересно драться мне сейчас было не интересно драться мне вообще принципе не интересно драться с альфреда но не интересно вообще что-то с ним общие делать я это говорю в интервью я это говорю сейчас ну для меня это зашкварно если честно. И вот то, что вся эта ситуация вообще, в принципе, случилась. Ну, от этого не какая-то эйфория или что-то подобное. Это, скорее, как несколько шагов назад, короче, вот этим вот заниматься. Ну, то, что делается в Тупдоге, то, что старается пропагандировать Тупдог, он старается как раз-таки против этого быть и пропагандировать противоположные совершенно вещи. Здесь меня те же блудни затаскивают. Ну, мне не хочется в это дерьмо лезть. Я не вижу в этом ничего интересного. И тот максимум, на который Альфредо наработал вот этим вот своим раскрутом и то, чего он максимально хотел от этого добиться, я считаю, он уже максимально получил то, чего он достоин. Поэтому, ну, хочет, может рассказывать, как он что-то куда-то засунул и считать, что результат должен достигнуть, если ему так хочется, пожалуйста. Я считаю, что все получилось так, как получилось, но меня все устраивает. Как бы единственные претензии или какой-то вопрос есть только к человеку, который, ну, бьет со стороны, со спины. Тот, если говорить, за кто кого не жданул, что очень важно в наше время распорядиться. Я никого не жду. Я когда, во-первых, я не бил кулаком, и как говорил Магомед Исмаилов, то есть это тебе бросает вызов, и ты даешь человеку шанс что-то сделать. Ну, ты не бьешь его кулаком, не стараешься его вырубить, ты просто, ну, как бы, осаживаешь его, давая ему возможность сохранить лицо в последующем, возможно. А когда кто-то прыгает на кого-то со стороны, ну, это странно. Как бы, это, я считаю, не очень прикольно. То есть, знаешь, есть же мнение, что пощечина, это как раз что-то такое вот уничижительное. Типа, мужчине бить пощечину как раз более неприятно, чем кулаком. Лучше, типа, кто-то говорит, что лучше бы ты мне кулаком... Будем считать, что у меня просто рука больная, поэтому это было пощечина. Но на самом деле, я в любом случае бы бил пощечину. Зачем? Ну, зачем мне бить кулаком? А если бить кулаком, то это как раз-таки междуновой. Это как раз-таки ты стараешься человека вырубить. Ну, и принести ему какие-то увечья. Я этого делать не хотел. Я просто, ну, человек, меня хватает. Ну, это неуважительно в первую очередь. И как защитный реактор. У меня не было, говорю, какого-то мышления. У меня что вылетело? У меня когда вылетело пощечину, он такой, у нихуя! Я успел такое, это потом, да, нафига творим? Зачем? Это максимум был как бы моего мыслительного процесса. Ну, вот Альфред у тебя озвучил 2 миллиона. Я Камилу успел тоже записать очень быстро. Ну, он Анила успел записать, что говорит, уважаемый Камил? Ну, Камил просто говорит, что типа, ну, вот парням вот клетка, деритесь. Когда я спросил про гонорар, он говорит, да, вот ты сразу про деньги говоришь. Не знаю, мне кажется, они должны подраться ради наследия. Упс, молодец, Камил. Все правильно. Ну, и как я уже сказал, ну, мне неинтересно вообще никак. Ни в коем мире. Я считаю, тот максимум, который Альфред заслуживает, он его получил. А вот ты не предполагал такой расклад, ну, что он вероятен, учитывая, что шел на Fight Night, наверное, тоже понимал, что Альфредо там будет? Вообще, если честно, об этом не думал. Я почему-то скорее даже удивлен, что, типа, почему там был Альфредо, это только пока я потом оттуда ехал. Я так понял, что они вроде как кореша с Марифом, и что типа, вот почему логично, что он там был, потому что он, видимо, пришел болеть за Марифа. Я вот такую логическую цепочку отследил. А так я почему-то, ну, в принципе, не думал, что Альфредо ходит на подобные мероприятия. Почему-то. Не казалось, он в других местах время проводит. В каких? Не знаю. Ну, а вот вся эта ситуация, да, опять же, с боем тебе неинтересно просто потому, что человек напротив тебя, он как бы не, ну, не стимулирует тебя на то, чтобы там подраться с ним по правилам, как ты не знаешь, это провокация, как бы, это провокация, это дать человеку то, чего он хочет, то, что ему нужно, причем таким путем, ну, низким он до этого всего идет. Ну, он для меня, как показалось, ситуация, он не рукопожатный человек. и, мне просто неинтересно это. Я не знаю, может, там, мое мнение как-то поменяется, там, посижу, подумаю, тут, я не вижу смысла в этом. тот максимум, который я считал, которого Альфредо достоин, ну, я ему его выиграл. Мне показалось, что Альфредо так слегка, что ли, на эмоциях, да, так, знаешь, бывает такое чувство, что ли, легкой эйфории после вот чего-то такого очень эмоционального, у тебя наоборот такое, знаешь, состояние чуть меланхоличное, может, даже немножко расстроенное вот этой ситуации, как будто тебя она так чуть подосадила, ну, так морально. Подосадила, меняет ситуацию. в смысле осадила, я имею в виду, не в смысле ты там загрузился или что-то, а что тебе это не очень приятно было. Ну, это не в ту степь, в которую я бы хотел развиваться, просто идет движение. Вот, мне не тем путем, ну, движется это все, которым я бы хотел. Мне есть чем, ну, заниматься, кроме этого сейчас. У меня сейчас турнир в Уфе, пользуясь случаем, благодаря Эльфреду прорекламирую, приходите все в Уфу, на Уфу-арену, где будет серьезнейший турнир 18 ноября, джимбы выступить даже. И вообще, будут очень красочные бои настоящих мужчин, не на пощечинах, а на голых кулаках. Пощечины там тоже бить можно, как раз для таких случаев, возможно. Это был мастер-класс, да, ты показываешь, типа, инструктаж перед боем, да, вот тоже самое, мини-инструктаж, мини-инструктаж, мини-инструктаж. Ну, как, я объяснил, как бы, посмотрел на видео, мне нравится, я вот смотрел на это Диаза, всегда хороший пацан, мужчина реально. Вот мне вот нравится, там прям вот шлепок, даже микрофона нет, на всю арену, хорошо слышь. Ну, выглядит, я считаю, достойно. Это сюрреалистично, знаешь, такой, крик русский вперед, такая пощечина, знаешь, как такой, единый оркестр получился. Ну, это было забавно, я этого не слышал, когда там, и потом на видео такое увидел. Считаешь ли ты, что вышел победителем из-за вот этой вот дуэли, если можно так сказать? Да, я думаю, да. все, что ты услышал от Альфреда, там какие-то вот личные моменты и прочее, они тебя не особо, да? Да, я еще не слышал раньше, ну, я эту всю дорогу слышал, и именно как раз таки, ну, как, возможно, после вот этих личных моментов мы с ним увидимся, он протянет мне руку в следующий раз, и не поймет, почему я ее не жму. Это примерно все то же самое, что и было раньше. Он и раньше это говорил, но мне, исходя из этих слов, так же. Так, ну, мне очень много людей пишет подобное и говорит подобное, это же не значит, что я должен, ну, ездить и с каждым встречаться и выяснять, и объяснять им, почему они мне неприятны. Это как бы норма вещей, что ты кому-то приятен, кому-то неприятен. Я Альфреда неприятен, он неприятен мне. Вот мы встретились, ну, я ему объяснил, что он мне неприятен. У него тоже вот есть маленький успешный момент, что он сделал проход ноги, поэтому, я думаю, все могут считать, что добились желаемого. по крайней мере, он. Ты с реакцией какой столкнулся? не знаю, тебе тоже позвонил, не знаю, поинтересоваться в каком-то состоянии, там, все остальное. Да, что, что у меня должно быть состояние, типа, нормальное состояние. Или сначала была информация, что тебя вообще забрали в полицию? меня не забирали, меня просто оттуда сразу же все попросили выйти, чтобы, типа, ничего дальше не разжигалось, меня вот так, вытолкали буквально оттуда и окружение и прочие люди. Да, состояние мое нормальное, мне только звонят сообщениями, что там, собирать какую-то толпу, начинать там, куда ехать, с кем разбираться. Ну, в этом видео все видно, кто ходит толпой, кто не ходит толпой. Я, ну, ходить толпой, ходить с охраной я не собираюсь. И, ну, я считаю, это глупости вообще, типа, что-то брать, встречаться, разбираться на улице. Ну, какой в этом смысл, я этого не понимаю. Типа, ну, он, может быть, будет этим заниматься. Ну, хочется ему. Типа, ну, он считает, что это круто, что, типа, он ударил, его другой кент подбежал, успел ударить, там еще другой бонусом что-то начисто. Ну, типа, хочется ему начислять такие бонусы, но к локте в руки можешь. Ходить, искать, также толпой и пытаться что-то устраивать. Ты, я за этим эпизодом, напомнил, что, в принципе, в том числе и будешь еще драться, ну, я имею в виду, уже по правилам там и все остальное, давай как раз, пользуюсь случаем, просто, есть ли у тебя какое-то понимание, когда ты будешь драться по правилам, ну, и не с Алифреда там, очевидно, возможно, вот со Святославом Коросковаленко, есть ли продвижение в этом направлении? Блин, из продвижения, я собираюсь драться на Тупдок, во-первых, типа, бой с Тарасом, по-моему, мы его тоже с Кимчей обсудили, который спродюсировал всю эту историю сегодняшнюю. Тебе бой с Тарасом я объяснил, почему он не может быть в ближайшее время, во-первых, потому что я считаю, что Тарас в плане ММА это непростой на самом деле соперник, надо вообще дать Тарасу должным, красавчиком, молодец, и к нему бы я хотел нормально подготовиться, этот бой, в принципе, планирую. А перед этим я бы хотел подраться на Тупдоге, вообще, я считаю, что мне в жизни надо подраться на голых кулаках, ну, это моя цель, вот моя мечта, но я также понимаю, опять-таки, Артема, потому что раньше я не понимал, как он там мог лечить руку годами, и типа у всех все зажило, у тебя не зажило, а сейчас вот я столкнулся в полном понимании теперь обладаю, потому что моя рука заживает очень плохо, ну, просто полгода она там никак не может срастись, 100%, нормально, бить мне до сих пор нормально, ее не могут разрешить, и надо просто дождаться полного восстановления, я хотел, моя цель была подраться в декабре, ну, сейчас для всех очевидно, что в декабре я это сделать не могу, поэтому, новую цель, которую я себе поставил, как было в интервью с Эмилией и Кантемиром Голожоковым, я бы хотел подраться на руках и пройти лагерь как раз-таки совместно вот с Эмилией у Кантемира, примерно, то есть под возвращение Эмилия я бы планировал свое возвращение на один турнир. Это когда? Не знаю, вот у Эмилия тоже как раз сейчас сломана рука, ну, я думаю, это вот весной, весной следующий. Не раньше марта, да, в общем? Я думаю, где-то вот на эту. Вообще май очень для меня удачный, хороший месяц. Я бы вот на май целился. Но это уже далеко, хотелось бы пораньше. Но май для меня месяц хороший. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...